В БКЗ состоялся заключительный концерт краевого социально-творческого проекта «Пусть всегда буду я». Его проводят уже в третий раз. На сцену вместе с особенными детьми вышли самые известные красноярские артисты. Всего выступили около 600 человек. На репетиции и на самом концерте побывала Алина Сануева. 13-летняя Галя Панченко в проекте «Пусть всегда буду я» участвует в третий раз. Сцена, признается, девочка завораживает. В глубине души она мечтает стать балериной, но и музыку бросать не собирается. Это песня про счастье. Мы рассказываем всем, что счастье надо не выпускать. Вместе с Галей на сцене выступает Софья Лицаева. Воспитанница школы номер 9 для глухонемых детей. Она занимается жестовым пением. В проекте особенным ребятишкам помогают профессиональные наставники. Репетиции проходили три месяца. И за это время ребята успели подружиться. Лично я очень обрадовалась, потому что это возможность пообщаться с разными детками, найти с ними общий язык и научиться чему-то новому. Проект проходит по инициативе общественной организации «ЩИТ» и детского музыкального центра «Волшебный микрофон» при поддержке агентства молодежной политики и известных красноярских артистов. Генеральным партнером третий год выступает Сибирская угольная энергетическая компания. Для кого-то это радость от выступления на таком большем сцене, для кого-то это гордость, потому что, смотри, приобретать тебя, каждому из нас, для объектов, несет что-то свое, очень важное и очень современное. Наши компании стоят очень рады при этом участии в таком, по-настоящему большом деле. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вступление для Гали было под вопросом. В мае врачи сделали операцию. Ей положено длительное восстановление. Но, зная, как для девочки это важно, ее все-таки отпустили на финальный концерт. Столько впечатлений, столько было аплодисментов. Мне понравилось оно. То, что хотело, да, все получилось. Ощущение было просто принести всем радость. Всего же на концерте выступили более 80 детей-инвалидов с различными формами заболеваний. Зрительный зал был полон. Они раскрываются совершенно по-другому. Они настолько вот такие яркие, такие отзывчивые, такие добрые. И для них этот проект, вот мне кажется, как бы отдушина такая, чтобы хотя бы хоть как-то себя еще реализовать, показать и жить дальше с надеждой, что они будут нужны, востребованы. Проект «Пусть всегда буду я» для Красноярска стал уже доброй традицией. В следующем году в планах у организаторов привлечь еще больше, особенно детей. Слышь, прощаемся с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok